Ольга Валерьевна, расскажите о сегодняшней эпидемиологической ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 100 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в городе Якутске выявлено 61 случай. Большое количество случаев выявлено в Татинском Улусе. Они, к сожалению, нашли подтверждение. И в Амгинском Улусе 5 случаев также нашли подтверждение. Необходимо обратить внимание, что в Жиганском и Мегино-Кангаласких Улусах выявлено по 4 случая. Случаи связаны непосредственно с учебными заведениями. В связи с этим, как в Жиганском, так и в Мегино-Кангаласких Улусах районными штабами принято решение по ограничению обучения детей традиционным способом. В Жиганском Улусе принято решение о проведении непосредственно каникул для детей. В Мегино-Кангаласском Улусе в ряде населенных пунктов по решению штаба района принято решение о дистанционном обучении детей. Отдельные случаи есть в ряде районов республики. В том числе есть новые случаи и в Усть-Майском районе. Почему обращаю внимание на этот район? Потому что именно сейчас в этот район практически все лето и весенний период простоял без выявленных случаев. Поэтому на настоящий момент сегодня для граждан этого Улуса должно быть все практически с чистого листа с точки зрения возможности соблюдения тех или иных норм. Но правила поведения для всех на территории республики остаются одинаковыми. Что касается всех случаев, которые выявлены на территории республики. Значит, случаи коронавирусной инфекции, которые требуют госпитализации, все находятся у нас за последние сутки на больничных койках. Значит, тем, кому предлагается амбулаторное лечение, находятся на амбулаторном лечении. Летальных исходов по ковид за прошедшие сутки не зарегистрировано. Также лабораториями республики, а их у нас практически 14 лабораторий, сделано более 4000 исследований. Всего обработано у нас по республике 506 тысяч тестов и проведено такое же количество исследований. Также мы остаемся на достаточно высоком уровне по тестированию. Сегодня наша основная задача – это прежде всего не дать большей нагрузки для учреждений здравоохранения, прежде всего, и не давать распространиться заболеванию дальше. Для этого непосредственно должны быть приняты и соблюдаться гражданами республики, органами государственной власти, учреждениями все меры, как по масочному режиму, так и меры, которые направлены на ограничения, связанные по пенсионерам, которым старше 65 лет, и тем лицам, которые имеют хронические заболевания. На настоящий момент именно соблюдение требований в учреждениях, так как достаточно большое количество контактов, сегодня выявляется при корпоративном общении. Для всех учреждений, уже повторяю который раз, прежде всего, должен соблюдаться удалённый режим работы и все меры, которые связаны от термометрии, заканчивая непосредственно отстранением от работы работников, которые непосредственно имеют температуру или признаки, похожие на острые респираторные заболевания. Необходимо обратить внимание, что сегодня ответственность нести должен в том числе и каждый руководитель от маленького предприятия до крупного. И поэтому те руководители школ, которые сегодня у нас непосредственно школ, детских садов, на них очень высокая ответственность, потому что у них находится большая группа детей, которых мы сегодня непосредственно в новых условиях санитарно-эпидемиологических продолжаем учить. Традиционная форма и те формы, которые выбраны всеми районами, они, безусловно, не должны прекращать образовательного процесса, он должен проходить в нормах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поэтому контроль должен быть усилен. Глава Республики Саха-Якутия только что закончил проведение суженного заседания оперативного штаба, на котором поставил в обязательном порядке задачи перед муниципальными образованиями усилить ответственность и контроль за теми, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, которые установлены сегодня на территории в целом Российской Федерации и которые применяются в Республике Саха-Якутия. – Второй вопрос. В соцсетях активно обсуждается неподтвержденная информация касательно санатория БСЧКД. Насколько эти слухи правдивы? – На настоящий момент непосредственно ведется расследование Роспотребнадзора по ситуации с БСЧКД. – Это что касается санатория, который находится за пределами Республики Саха-Якутия. В пределах Республики Саха-Якутия нами было принято решение ни Абылах, ни Абырал, ни Чебник, работу не начинал. – У нас работает лишь только непосредственно санаторий, который у нас переделан под реабилитационный центр. Это Абылах. Там сегодня проходит реабилитацию тех, кто непосредственно заболел коронавирусной инфекцией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова